Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. По информации оперативного штаба за минувшие сутки в Приморье диагноз коронавирус подтвердился еще у 119 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии 39 131. Вылечилось от COVID-19 319 человек. Всего выздоровевших 31 994. В пятницу 12 февраля состоялось заседание Думы Дальнегорского городского округа. Депутаты рассмотрели 15 вопросов. О некоторых из них расскажем далее. На заседании Думы присутствовали 17 из 19 избранных депутатов. Одним из вопросов повестки значился вопрос внесения изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа о бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходная часть бюджета на 2021 год увеличена на 138 миллионов рублей. Расходная часть бюджета увеличена на 175 миллионов рублей. Дефицит бюджета увеличен на 6 миллионов. В 2022 году произошло увеличение доходной и расходной части на 78 миллионов рублей. В 2023 году 953 миллиона рублей. На основании закона Приморского края о краевом бюджете на 2021 год и плановый период внесены значительные изменения по межбюджетным транспектам в доходной части бюджета, о чем администрация предупреждала при утверждении бюджета на 2021 год. Кроме этого, проектом предусмотрено уменьшение доходной части нашего бюджета за счет поступления акцизов на ГСЛ в 2021 году на 400 тысяч рублей, в 2022 году на 600 тысяч рублей и увеличение по данным годам доходов в 2023 году на 700 тысяч рублей. Изменение поступлений по налогов и неналоговым доходам ошлено на основании прогноза главного администратора дохода Управления Федерального Казначейства. В связи с наличием остатка денежных средств найдено в счете бюджета по состоянию на 1 января 2021 года, по предложениям главных распорядителей бюджетных средств увеличенные расходы бюджета на плюс 6 миллионов. Озвучу крупные. Выделена доля софинансирования местного бюджета в размере 1,5 миллиона рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных городов. Выделены средства в размере 1,2 миллиона на проект посмертную документацию по капитальному ремонту дорог и проезда в бюджетную территорию. 2 миллиона 600 тысяч предусмотрены на создание контейнерных площадок для размещения ТКО. 1 миллион 700 предусмотрены на проектно-смертную документацию на капитальный ремонт подходных стенок по улице Крушинская и Советская. 1 миллион 900 на приобретение автомобилей и 21 миллион 500 тысяч на приобретение специализированной техники для МКУ обслуживающего учреждения для отдела благоустройства. 1,5 миллиона рублей на управление образования. Именно доля предусмотрена на проектно-смертную документацию капитального ремонта здания школы номер 7. И 3 миллиона с половиной рублей на управление образования культуры для проектно-смертной документации на капитальный ремонт их подвесорственных учреждений. В том числе на оплату тепловой и электрии имущества казны и на услуги нотариуса по оформлению выборочного имущества. Остальные перераспределения бюджетных ассигнований произведут в нем многие гордоны. Между мероприятиями муниципальных программ между видами расходов, целыми статьями, а также связанными с уточнением бюджетной классификации. Кроме этого, уменьшенное ассигнование на обслуживание муниципального долга на 1 миллион рублей в 2021 году и в 2022 году в связи с изменением источника покрытия дефицита бюджета кредита кредитной организации на изменение остатков средств на счетах бюджета. В связи с вышеизложенным дефицит бюджета в 2021 году составляет 45 миллионов рублей. Источником покрытия дефицита является остаток денежных средств на едином счете бюджета по состоянию на 1 января 2021 года. Народными избранниками единогласно было решено принять корректировки в бюджет. Также депутаты заслушали отчет начальника МО МВД России Дальнегорский Кирилла Сорокина об итогах оперативно-служебной деятельности по Дальнегорскому городскому округу за 2020 год. В 2020 году у нас имеется рост преступности на территории Дальнегорского городского округа, который составил 24,2%. В цифрах это от 616 до 765 факторов. Такое увеличение наблюдается на фоне роста общей регистрации заявлений, сообщений о преступлениях и происшествиях. Так, в 2019 году у нас по итогам года было зарегистрировано 6751 обращения, в 2020 году 8546 за год. По отношению к прошлому году увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений со 114 до 199 фактов. Также выросло количество тяжких преступлений против личности по отношению к прошлому году с 16 до 27 фактов. На 27,8% снижена регистрация корыста насильственных преступлений, количество грабежей на территории ДГО снижено на 43,3%. Составляет на сегодняшний день 13 фактов. В 2019 году было 23. Но выросло у нас количество разбойных нападений до 5 фактов. Также выросло количество краж до 246. В 2019 году 187. Из 13 преступлений по фактам грабежа у нас раскрыто направлено в суд 11 уголовных дел. Приостановлено одно. Одно сейчас уже направлено. Раскрываемость грабежей составила 91,7%. За 12 месяцев совершено 27 угонов транспортных средств. Раскрытие составляет общие 85,7%. Число зарегистрированных мошеннических действий за 12 месяцев 2020 года выросло на 139,4%. Основное число совершено обманным путем по телефону или через сеть интернет. В 2020 году выросло на 20% количество преступлений, совершенных в общественных местах. Также наблюдается динамика роста преступлений, совершенных на улицах в 25,9%. Основное влияние на рост уличной преступности оказали преступления небольшой и средней тяжести. Как правило, это связано с причинением побоев либо иных телесных повреждений. Это у нас 50 фактов. За нарушение ПДД, за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно у нас возбуждено 29 уголовных дел. Проведенный анализ аварийности показал, что за 12 месяцев 2020 года на дорогах Донегорского городского округа количество дорожно-транспортных происшествий у нас уменьшилось. Но незначительно, на 1,4%. В том числе уменьшилось количество учетных ДТП с 70 до 50. Также уменьшилось число пострадавших до 60. В 2019 году было 90. И погибших у нас 7, и в 2019 году 9. Вместе тем увеличилось количество ДТП с участием детей с 5 до 8. Отмечается рост пострадавших на 100%. То есть, если в 2019-м 0, в 2020-м 9. Ну и также у нас снижена гибель детей в ДТП на 80%. В 2019 году у нас было 5 детей погибло, в 2020-м 1. В 2020-м год показал, что снизилось на 10% количество преступлений, совершенных в быту. С 20 до 18. Также наблюдается незначительное снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 177, в 2019-м году 190. Преступления, совершенные несовершеннолетние, также у нас падение. В 2019-м году 30, в 2020-м 20. Получается, отделением по вопросам миграции, это, скорее всего, связано с ковидными мероприятиями, за анализируемый период на миграционный отчет у нас поставило 262 иностранных гражданина. В 2019-м году 1076. Проведено 12 мероприятий по явлению нарушения миграционного законодательства. Но выявлено 385 административных правонарушений. По словам Кирилла Сорокина, допущен рост преступлений в лесопромышленном комплексе. Так, за 2020-й год, помимо обычных преступлений, было выявлено 3 преступления в составе организованной преступной группы. Также отмечается заметный рост наркотизации граждан. Если в 2017-м году изымалось около 5 кг наркотических веществ, то в 2020-м более 16. Это то, что граждане хранят, переносят и, возможно, сбывают. После обсуждения такой неутешительной статистики, депутаты Думы решили принять к сведению информацию, которую доложил начальник полиции. 25 февраля во Дворце культуры химиков Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведет 7 очных мероприятий для предпринимателей. Приглашенные эксперты и сотрудники Центра расскажут, как и где найти кадры для бизнеса, что может получить предприниматель от государства, что такое социальное предпринимательство и дизайн мышления. Предусмотрены также специализированные сессии для экспортеров и деловая бизнес-игра для школьников. 25 февраля в течение всего дня в ДК химиков будут проходить различные семинары. Основы экспортной деятельности, социальное предпринимательство, что может получить бизнес от государства в 2021 году, а также деловая игра для школьников в бизнес-гонка, мастер-класс поиска и подбор персонала, тренинг дизайн мышления, пользовательски ориентированное проектирование в социальном предпринимательстве и мастер-класс «Личная эффективность руководителя». Помимо посещения семи семинаров, предприниматели Дальнегорска и ближайших населенных пунктов смогут получить и индивидуальные консультации от различных подразделений Центра. Так, представители микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Приморского края» расскажут об условиях получения микрозаймов в государственной структуре под 4,5% годовых. Это самый низкий процент на сегодняшний день для бизнес-займов в регионе. По словам генерального директора Центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, организация таких бизнес-дней позволит предпринимателям из отдалённых районов за один день получить максимум полезной информации, которая пригодится им для развития бизнеса. Представители от каждого подразделения Центра будут выезжать и лично консультировать предпринимателей по вопросам господдержки их направления бизнеса. Подробную информацию про образовательные мероприятия Центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону 8-423-279-5909. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте Центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях в Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса». В Центральной библиотеке открылась выставка «От чистого сердца», посвящённая Международному дню дарения книг. Главный библиотекарь Галина Рябова со словами благодарности обратилась к дарителям книг в фонд Центральной библиотеки. 14 февраля, помимо Дня всех влюблённых, во всём мире отмечался Международный день дарения книг. Основная задача праздника – популяризация чтений среди населения. Некоторые наши читатели дарят нам книги из года в год. Вот одна из таких читательниц – Юлия Юрьевна Жарких. Она обожает творчество Александры Марининой. И вот она покупает, читает и с удовольствием дарит эти книги в библиотеку, чтобы почитали и другие читатели. Постоянный читатель библиотеки Василий Казута неизменно из года в год дарит книги Александра Шувалова. На выставке представлена серия «Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком». Автор себя позиционирует, как будто он бывший сотрудник военной разведки. Правда или нет, не могу сказать точно. Много таких специфических терминов и дел. И вот все эти книги посвящены тем или иным делам, или бывшим, или действующим сотрудникам военной разведки. Чем привлекает автор Александр Шувалов? Он очень легко пишет. Вот читаешь, как будто фильм смотришь. Наши читатели-мужчины с удовольствием читают книги Александра Шувалова. Для любителей жанра фэнтези в фонде библиотеки найдутся книги, подаренные Александром Лученко, большим любителем этого жанра. Последний его дар – это вот эти три книги Ланцова Михаила, которые вышли в серии «Вихри времен», цикл «Русский медведь». Это такой вот вариант альтернативной истории. Здесь герой, он как бы десантник из будущего, попадает в тело Петра. Сначала молодого Петра, это книга «Цесаревич», затем «Царь» и «Император». Вот он исправляет ошибки правления Петра Первого. Ну вот, что бы было бы, если бы не было вот этой стрелецкой казни, не было этого стрелецкого бунта. Вот что бы было бы, если Петр, например, когда разгромил шведов, он взял бы Стокгольм, что бы было бы, если бы Петр стал императором Европы. Вот такая альтернативная история, которую нам показывает Михаил Ланцов на страницах вот этих книг цикла «Русский медведь». Читательница Ирина Шилова пополнила фонд библиотеки женским фэнтези в серии «Заколдованные миры», где главное – приключение и истинная любовь. Вот последний ее дар – это книга «Проклятое везение» серия «Колдовские миры». Здесь нету ни принцесс, ни принцев, ни эльфов, ни так далее, всех этих фэнтезийных героев. Достаточно жесткая книга Елены Петровой, это автор, запомните этого автора, очень хороший автор, пишет таким правдоподобным языком. Читатель Николай Сергеевич Ефимов радует нас своими дарами Ника Перумова. Он покупает, читает и дарит в Центральную библиотеку. Вот это небольшая часть того, что он подарил. Как я сказала, книги достаточно дороги. Ну вот такое благотворительное чувство у Николая Сергеевича, дай бог ему здоровья. И далее дарить нам книги Николая Перумова. Многие дарители не желают, чтобы их имена, фамилии, имена озвучивали. Это так называемые анонимные дарители. Они приходят и дарят великолепные издания. Например, вот последнее великолепное издание Марии Семеновой. Это ее двухтомник «Братья» и четырехтомник «Арата». Ценное приобретение от анонимных дарителей. Дай бог вам здоровья всем. Также от анонимных дарителей и многотомник знаменитый Джорджа Мартина «Игра престолов». Дай бог вам всем здоровья, кто дарит такие книги. Одно из ценных приобретений Центральной библиотеки – книги Рока Бринера, потомка отца-основателя Дальнегорска Юла Бринера. Рок Бринер, он периодически приезжает в наш город и из последних из приездов он подарил вот эти две великолепные книги, которые он сам написал. Первая называется «Империя и Одиссея. Бринеры в Дальневосточной России и за ее пределами». Здесь он описывает как раз где-то полтора века «История семьи Бринеров». Это Жиль Бринер, Борис, Юл Бринер и, собственно, сам автор Рок Бринер. И «История России» и «История семьи». Вот эта книга «Юл Бринер». Юл – человек, который был бы королем. Старшее поколение помнит Юла Бринера. Это знаменитый вожак из «Великолепной семерки». Был такой фильм. Юл Бринер – звезда Голливуда. И, ну вот, читаешь эту книгу, это у него не жизнь, а вот сплошные приключения. Это любопытно. Так что советую вам обратить внимание на вот эту книгу «Юл» – человек, который был бы королем. Приходите к нам в Центральную библиотеку, читайте книги, дарите книги. Мы вас ждем. Полицейские задержали граждан, совершавших поджоги автомобилей на охраняемых стоянках во Владивостоке. Ущерб, причиненный автовладельцам в результате противоправной деятельности подозреваемых, составил 9 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, фигурантов заключили под стражу. Подробнее о материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по городу Владивостоку. В дальневосточной столице задержаны и заключены под стражу поджигатели автомобилей. Ранее в дежурную часть отдела полиции номер один Управления ОМВД России по городу Владивостоку поступили сообщения граждан о поджогах автомобилей. Первый инцидент произошел в ноябре 2020 года на автомобильной стоянке, расположенной на улице Коплунова во Владивостоке. Ночью в сторожку к охраннику зашли двое граждан в медицинских масках. Один из них ударил работника стоянки в лицо. Мужчина потерял сознание и очнулся лишь тогда, когда его привел в чувство полицейский, который по счастливой случайности оказался в нужное время в нужном месте. Сотрудник полиции погостил пламя, предотвратив возгорание других автомобилей. В ночное время сотрудник госавтоинспекции, проезжая мимо автостоянки, услышал звук битого стекла со стороны припаркованных машин. Подъехав к шлагбауму, полицейский вышел из служебного автомобиля и направился вглубь стоянки, где увидел мужчину, который поджигал сидение автомобиля марки Subaru Forester. Сотрудник полиции, оценив ситуацию, осознавая опасность распространения огня с целью сохранения гражданского имущества, подбежал к транспортному средству и потушил очаг возгорания. Таким образом, преступление не было доведено до конца. Во втором случае, в декабре прошлого года, двое граждан, повредив забор, проникли на охраняемую автостоянку, где совершили поджог автомашины BMW. Огонь перекинулся на автомобили Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Автомобили выгорели полностью. Общий ущерб, причиненный автовладельцам, в результате противоправной деятельности, подозреваемых составил 9 миллионов рублей. Действия злоумышленников попали в обзор камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска усыновили личности и задержали двоих жителей Приморья 1999 и 2001 годов рождения. Подозреваемые в совершении преступлений против собственности признались в содеянном, пояснив, что этими действиями хотели добиться авторитета в своем кругу общения. Следователями следственной части отдела полиции Ленинского района Владивостока в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранты уголовных дел заключены под стражу. Расследование продолжается. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин